Доброе утро! Сначала расскажи мне, почему вообще ты решил участвовать? На самом деле, триатлоном я мечтал заниматься всю жизнь, но всю жизнь я прозанимался велоспортом. И сейчас, да, я решил преодолеть себя, вступить на путь Iron Star, Iron Man, как-то железный человек. Это меня интересовало. Но в данном случае это был полужелезный человек еще. Да. Три этапа. Расскажи мне вкратце про каждую из этапов. Что там было? Плавательный этап у нас проходит в открытой местности, на открытой воде. Разрешено плавать в гидрокостюмах, если вода менее 24 градусов. На Iron Star сколько было? На Iron Star было 19-20 градусов. Ну, то есть в костюмах плавали? Да, достаточно холодная вода, поэтому мы участвовали в гидрокостюмах. Трасса велосипедная проходила через трассу Формулы-1. То есть там также разыгрывался отдельный приз за самый быстрый труп по трассе Формулы-1. Ну, ты получил этот приз? Вот. Я понял тебя. Почему я не получил приз? Я очень хотел, я не надеялся даже на это. Но на трассе я потерял дочек. То есть здесь у нас питание. Да. И один на водном из поворотов, он у меня вылетел в сторону. Мне пришлось останавливаться и подбирать. Скажи мне, какая была скорость на этом этапе? Я читал, по-моему, в районе 45 км в час. Именно расценивать трассу Формулы-1. Я проходил по скорости 50-55 км в час. Проиграл лидеры 6 секунд по трассе Формулы-1. После чего мы устремились на Красную Поляну. И там я уже отыграл. Все. Второму месту я привез 6 минут. Ну, это такой спортивный затор. Все, потерял, сейчас наверстаю. Напомни мне по дистанциям. В каждой дисциплине сколько нужно было преодолеть? Плавание 1 км 900 метров. Велоспорт 90 км. И беговая дисциплина была в 21 км. То есть это полумарафон. С ума сойти просто. Ну, тебе помогало, естественно, то, что ты профессионально занимался велоспортом. Потому что, ну, отправь меня сейчас туда и что со мной там будет? Ну, у любого спорта, как мне кажется, есть какая-то своя философия. Ты можешь мне сказать, вот у велоспорта какая философия? Выигрывая не самый сильный, а самый умный и хитрый. В чем хитрость велоспорта? Объясни. Чем выше скорость, тем больше ветер. И если я буду за тобой, ты будешь прикрывать меня от ветра. А-а-а! Полу-железный человек, у тебя уже позади, впереди ты настроен на железного человека. Я же правильно понимаю? Да, конечно. Когда он будет? 26 августа будет Кубок России по триатлону полу-железной дистанции. Я хочу продублировать, попробовать себя еще раз, показать результат выше или удержать этот результат. А 23 сентября, также в Сочи, уже будет происходить полная дистанция железного человека. Полная дистанция сколько? 3 километра 600 метров плыть, 180 километров ехать на велосипеде и 42 километра бежать. Но ты сейчас уже активно начинаешь к этому готовиться? Да, как раз таки сейчас я начал активную подготовку, начал активно увеличивать беговые дистанции, потому что 42 километра это прилично. На велоспорт я уделяю меньше времени, так как у меня большая база, 180 километров для меня не проблема, так как я проезжал и 10,70. Какой кошмар! Вот сколько мы сейчас проехали? Ну сколько, километра три, наверное? Да, километра три. Я уже, я не могу, у меня уже болит пятая точка. Как это вообще возможно? Вот, кстати, еще интересный вопрос. Ну, плавание это, это просто, как мне кажется, приятная процедура, велосипед это, пояс, нельзя стопроцентно. Мне, как человеку, который вот просто не любит бегать, скажи, как полюбить бег? Вот есть какой-то секрет? Есть. Ассоциации бега организаторы соревнований придумали для бегунов отличные сюрпризы по окончанию гонки. То же самое, как я называю преодолей себя, это получи медаль. Я добежал полумарафон, я преодолел себя, я получил именно медаль. Сейчас никто не курит особо уже, никто не пьет. Какой у тебя позитивный взгляд на наш город. Да, да. Ты ездишь по благополучным местам. Но, то есть, если я собрался бегать, мне нужно придумать какие-то награды для себя небольшие. Вот я сегодня пробежал, вот я себя чем-то наградил. Можно себя, да, конечно, поощрять, так как мы потренировались. Вкусно покушать, да, или... Например. Человек, который приходит, если на велосипед, то через месяц он уже может задумываться о соревнованиях. Через три он уже может задумываться о каких-то результатах. На беге семь недель. Через семь недель ты пробежишь полумарафон. Все, Маслики, задумайтесь, задумайтесь. Вот каждое утро не можете собраться так же, как я, выйти на пробежку, а всего-то семь недель, и вы готовы к полумарафону. Это очень подстегивает. Никит, я тебя благодарю за встречу, я благодарю тебя за эти эмоции. Мы уже проехали где-то 4 километра, так как нам нужно с Никитой готовиться к Железному Человеку, а там надо будет проехать 180. Проедем хотя бы еще три. Хорошо? Хорошо. Поехали. Договорились. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова